Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы сегодня с вами совершили службу в память святого Амбросия Медиаланского. Это, как вчера было Николая, а сегодня Амбросия, это сопоставимые величины в церкви, то есть это люди одной степени яркости на звездном небе. Амбросий, подробно про него, может быть, даже и не стоит рассказывать, но, в общем, он получил юридическое образование, которое в времена поздней античности и в христианские времена средневековые считалось вершиной гуманитарного образования. То есть люди, получившие юридическое образование, по неизбежности занимались ораторским искусством, философией, историей, то есть всем комплексом гуманитарных наук. И он хорошо был образован, и благородного рода, и служил по юридической должности префектом в Медиалане, город нынешний Милан. И там во время... Причем он уже был верующий, но не был крещеный. А в древности люди оттягивали крещение максимально, чтобы после крещения не согрешить, боялись осквернить свою юризу крещения какими-то грехами, поэтому тянули. Значит, он был верующий уже. Его когда отправляли на службу, некто епископ ему сказал, когда будешь судить людей, суди как епископ, а не как юрист. То есть он имел понимание, как... А вообще обязанности епископа древние, допустим, в слове Иоанна Златоустова говорится, что главные попечения епископа это проповедь, ежедневная проповедь Слова Божьего, потом попечение о сиротах, вдовицах и немощных, о всяких коллегах и ненуждающихся, которых церковь кормит и содержит. Это дело епископа. Помогают им в этом декана, как правило. Он содержит церковную кассу, так сказать, он управляет церковным имуществом и финансами, и он управляет церковным судом. То есть, по сути, каждый епископ имеет судебное достоинство, достоинство суди, он должен рассудить между овцой и овцой, между клириком и мирянином, между клириком и клириком. То есть, он должен иметь какое-то ясное понимание правды Божьей и должен судить. Поэтому, когда Амвросия отправляли на службу юридическую, государственную, ему сказал некто из пастырей, суди как епископ, а не как юрист обычный. И он старался эту правду Божию соблюдать, и потом был чудесно избран на епископа, когда умер один предстоятель, выбирали другого, народ выбирал. Это было не так легко, это было не так просто. Были драки часто в храмах, были кровопролития в храмах. Иногда храмы обыгрались кровью, прямо до приизлиха, когда люди сталкивались, вот этого изберем, нет этого, нет этого, нет этого. Сначала крик, потом мордобой, потом поножовщина. И такие вещи нужно было часто. Да, такие были вещи. Бывали трупы иногда в храмах при избрании епископа поножовщины, в храмах исчислялись десятками до сотен доходили, убитые в храмах во время избрания епископа. Потому что демократия, она, конечно, хороша, но не всегда. И вот он был с войсками, раньше же полиции специально не было, войска исполняли функции полиции. И он с солдатами был в храме, когда избирали нового епископа. Народ шумел, 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 шумел. Какое-то дитё на руках у матери закричало, «Амвросий епископ! Амвросий епископ! Амвросий епископ!» Начали искать Амвросий, а где тут Амвросий? Он один только был Амвросий в церкви. Он не был крещеный ещё, святой Амвросий. Он говорит, «Не, какой я епископ?» Он, короче, говорит, а народ как бы понял в этом голос Божий и вцепились в него, говорит, «Будешь епископ?» Он говорит, «Не буду я, будешь». И он, вы знаете, он начал водить к себе бесчестных женщин домой среди белого дня так, чтобы все видели. Что все сказали, «Да ну, куда его?» Он специально порочил свою репутацию. И народ ему сказал, «Води кого хочешь, а епископом будешь». И он тогда решил сбежать из города. То есть насколько он боялся епископства, он имел прекрасное понимание высоты этого звания. И он сбежал из города, вышел при закате солнца и пошёл, куда глядят глаза ночью. Всю ночь шёл, вымок в росе, вымучился весь, сбил себе ноги и уперся под рассветную рань, уперся носом в стену какого-то города. Это оказался медиалан. Он ходил кругом всю ночь и уперся носом в стену своего собственного города. Он понял, что ему суждено быть епископом. Его за семь дней крестили, поставили в чтеца, потом и под якона, диакона, священника, и потом на епископа. Это в один день нельзя, это за семь дней. Он за семь дней стал епископом. Потом, когда он уже был епископом, он написал целую книгу о священстве, в которой он писал, что нельзя поспешно и быстро возводить людей от степени в степень. От чтеца к диакону, от диакона к священнику нельзя. Нельзя. Нужно, чтобы человек прошел длительный искус, всему научился, потому что он на себе почувствовал, как ему не хватает практических знаний. Он был очень большой постник. Он постился обычно всю неделю до субботы. И в субботу и воскресенье только разговлялся, и уже так себе позволяло нечто большее. Проповедовал Евангелие ежедневно, по возможности. И он, по сути, родил блаженного Августина. Августин в это время жил в Медиалане, и Амвросий зажег его своими проповедями и ввел его в церковь. Потому что Амвросий был, вернее, Августин был манихей. Он такой, у него был блудный ум. Он такой блуждал туда-сюда. И блуждал бы еще лет 20, если бы не Амвросий. В общем, у него очень много таких важных вещей. Но знаете, что если бы эти люди были бы с нами и возле нас, то они бы, конечно, хотели, чтобы мы с вами занимались толкованием Евангелия и изучением Божьего Слова. Поэтому в память Святого Амвросия и мы на прощание сегодня прочтем то, что мы сегодня читали на службе. Значит, 25 глава книги Второзакония описывает закон ливератного брака, так называемого. Когда, если умирает человек бездетный, женатый, но бездетный, то нужно, чтобы его жену взял за себя его брат, кто-то из его братьев. Люди были многодетные, как правило. И вот один из братьев должен был взять в себе жену покойника и жить с нею, как с женой. Не ради похоти, значит, это не было вопросом удовольствия. Это было накладно, наоборот, для него. И он должен был родить ей младенца. И этого ребеночка, первенца, нужно было назвать именем покойника. Для того, чтобы имя его не пропало в Израиле. Такой был закон, чтобы человек не пропал в истории, чтобы он не затерялся, чтобы его помнили. Вы знаете, какие на Востоке длинные имена? Сын такого, сын такого, сын такого, сын такого. Там по 20 имен у них. Там Ибн-то, 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 Ибн-то. Там они помнят, до царя Гороха помнят свои родословные. Это очень важно для них. Ну, жалко, что у нас это не важно. И вот там пишется об этом, значит, что, а если он не захочет взять эту женщину в жены, она должна пожаловаться на него старейшинам и потом снять с него сапог и плюнуть ему в лицо. И его дом будет называться домом Разутова в Израиле. Не знаю, как это соблюдалось, конечно, насколько это точно и тщательно соблюдалось, но такой вот закон был. И вот об этом спросили Иисуса Христа. Спросили саддукеи, которые были крайние материалисты. Они не верили в существование ангелов, в бессмертие души и в будущее воскресенье. Не верили. И они поставили Христу упрек некий такой. Они довели до абсурда эту ситуацию. Они говорят, Моисей нам сказал, сказали они ему, что если умрет некто бездетным, то пусть брат возьмет эту жену и живет с ней, и пусть даст ей семя. И вот они говорят ему, было у нас таких семь братьев. Первый взял жену, умер бездетным. Взял ту жену, второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, также все семеро, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. И так в воскресенье, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою. То есть они намеренно доводят эту ситуацию заповедь, это из закона этого, до, так сказать, абсурда. Потому что любую заповедь можно довести до абсурда. Заставь дурака Богу молиться, он себе лоб расшибет, и это очень правильно сказано. Поэтому они пытаются Христу выставить эту всю канитель, эту всю законную, чтобы он как-то сказал им, ну что, если такая ситуация, таких ситуаций в жизни не бывает. Чтобы всем братьям жили с женой поочередно, и никто из них не родил ей ребенка, и все поумирали, она осталась. Это, конечно, такая фантастическая совершенно ситуация. Но вот они ему такое задали. А что если? Кстати, у евреев есть такой способ обсуждения закона, называется пель-пель, это значит перец, когда они задают друг другу самые абсурдные вопросы, самые дурацкие. Не представляю, даже цитировать не буду, приводить примеры, потому что там совершеннейший абсурд. И они должны как-то выкручиваться, изворачиваться и давать какие-то всякие ответы. То есть у них это в крови, у них есть такое вот это желание довести до абсурда любую заповедь. И вот благодаря этому заблуждению Христос открывает нам чрезвычайно важные вещи. Вообще ошибки и упертость, и заблуждение – это очень полезная вещь. Петр наш, апостол Верховный, сколько раз ошибался, сколько раз он лез туда, куда не просит, сколько раз он там тонул, там дрался, отказывался, значит, куда-то бежал, там, значит, летал. В общем, он вечно рвался, куда не просит, как бы вечно ошибался. Но это очень важно, потому что ошибками Петра мы научились. Мы научились, что Христос ходит по водам, что Христос спасает от потопа, что Христос прощает согрешившего. Мы всему научились из-за ошибок. И здесь Господь Иисус Христос из-за ошибки этой, или, скажем так, этой хитрой наглости Саддукеев при помощи этих вопросов дает нам очень важное учение. Смотрите, что говорит Господь. «Чадо века сего женятся и выходят замуж. А сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж, ни выходят. И умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи с сынами воскресения». То есть они спросили его, чья она будет жена, потому что семь ее имели как жену, а он им говорит, что не будет больше таких отношений, не будет больше то брачного ложа, этих союзов супружеских, все будет другое. Я даже еще раз прочитаю, потому что это слишком важно. То есть сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, равны ангелам, и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. «А что мертвые воскресают, воскреснут?» И Моисей показал при Купине, когда назвал Господа Бога Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Тоже великая вещь. То, что Господь говорит Моисею, я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова, это мы читали. И, скажем, Якову Господь говорит, я Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, не бойся, земля, где ты спишь, я дам тебе ее. То есть мы это слышали. Но чтобы вот так это понять, это бы мы с вами не могли. То есть по мысли Господа Иисуса Христа, если Господь Бог, вечно живой, который есть сама жизнь, называет себя именами человеческими, а люди эти уже на земле не живут, они уже в могилах, то Он называет тебя именами не мертвых, Он называет тебя именами живых. То есть Бог жизни, Бог, который есть сама жизнь, Хая, Яхве, Ягова, Он есть сама жизнь, Он сущий, Он называет тебя именами Авраама, Исаака, Якова. Именами мертвых? Нет. Жизнь не может называть тебя именами мертвых. Он называет тебя именами живых, потому что все живы у Бога. Жив у Бога Авраам, жив у Бога Исаак, жив у Бога Яков. И Господь нам это открывает. Вот слышали при Купине, как назвал себя Господь Богом Авраама Исаака Якова? Он не есть Бог мертвых, Он есть Бог живых, ибо все живы у Бога. Так, видите, как удивительно, через наглость одних и глупость других, через уперство третьих и через хитрость четвертых, мы имеем такое великое утешительное учение о том, что мы достигнем некого другого мира, в котором не будем больше жениться и выходить замуж, и будем равны ангелам, и будем сыны Божьи. И Бог наш не есть Бог мертвых, но Бог живых, и все живы у Бога. Может быть, это будет утешительно для тех, кто потерял родных и близких. Может быть, это будет утешительно для нас, когда мы будем приближаться к нашему краю могилы, крышке гроба. Потому что Бог наш есть Бог живых, Он есть жизнь. Вот такие сегодня святые, великие слова говорит нам Святой Евангелие. В день памяти святого Амвросия Медиаланского. Он умер на Пасху. На рассвете пасхального дня он почувствовал, что его душа уходит из тела, и он, помолившись крепко, он вообще был большой молитвенник. Вот мы пели на запричастном, Харизн, Леночка пела, значит, тебе Бога хвалим. Это рождественский гимн святого Амвросия. У него такие поэтичные тексты, он такую поэзию писал. Он вообще был чрезвычайно возвышенный умом человек. Вот священники, может быть, знают, есть такая длинная молитва святого Амвросия о приготовлении к литургии. Эта песня. Это лучше всех канонов, лучше всего. Амвросий, мне кажется, глубже всего подошел к этой тайне Евхаристии и лучше всего готовит человека к причастию своими словами. То есть он был поэт, аскет, воин, проповедник, такой настоящий добрый пастырь. Я повторяю, на Пасху он душу свою Богу отдал. Лежит он в Милане под престолом. Его можно увидеть. Его косточки, он, значит, лежит в Митре епископской, с посохом в руках, одетый в эти все архиерейские одежды, между мучениками, там, Гервасием и Протасием, которых он нашел, которые ему явились. Медиаланские мученики. Так что на этой неделе у нас еще будет Спиридон Тремифунский. В общем, мы празднуем накануне Рождества, празднуем много памятей пророков. Вот на прошлой неделе у нас был Аввакум, Наум, Сафония. Это нужно все знать, читать, потому что эти пророки все были предвестники Христового воплощения. А на этой неделе у нас святители. Вот был Николай, Амвросий, потом будет Иосаф Белгородский, потом будет Спиридон Тремифунский. Так что мы этими праздниками всеми окрыляем свой дух в преддверии светлого Христова Рождества. Христу слава, который дивен во святых своих, и молитвами Амвросия, милостивый да очистит множество согрешений наших. Аминь. Спасибо вам за молитвы. Да хранит вас Бог. Спасибо.